Днем студенты, вечером бизнесмены. В начале учебного года в РЭУ имени Плеханова открылась программа подготовки капитана России. В первой половине дня расписание занятий обычное. После молодые люди работают над созданием своего бизнеса. В пилотной группе всего 30 человек. Мы здесь ребятами с первого курса уже занимаемся проектированием каких-то проектов. Мы начинаем с социальных проектов, начиная даже с августа месяца. Мы уже заходили. Какие-то крутые лагеря у нас были экономические. А сейчас, уже пройдя первые полгода обучения, на вторых, у нас в стенах РЭУ открылась такая замечательная площадка от центра инновации, где для ребят есть куча возможностей запускать свои проекты, делать прототипы своих проектов. Для тех, чей будущий бизнес будет связан с производством, оборудовали технологический кабинет. Несколько компьютеров с программами для моделирования, 3D-принтеры и лазерный резчик. Этого вполне достаточно, чтобы создать конечный продукт. Главное, уверяют педагоги, оригинальная идея и грамотная реализация. И тогда дело принесет прибыль. Мы будем производить объективы для камер, для любителей фотографий, для начинающих. Преимущество наших объективов будет в том, что они будут дешевыми, простыми, интересными. Также тут будет собрано все здесь и будут использоваться дорогие линзы. Для создания бюджетных фотообъективов молодой человек планирует оптом закупать качественные импортные линзы, а сам корпус хочет смоделировать и распечатать из пластика на 3D-принтере. Это, по мнению начинающего предпринимателя, должно значительно снизить стоимость и сделать продукт конкурентоспособным. Мы планируем, что здесь не только капитаны России будут заниматься, то есть группа 30 человек менеджеров, будут и студенты других направлений подготовки, а также мы хотим привлекать сюда и школьников, для того, чтобы они смогли уже начать приобщаться к научно-технической деятельности и уже реализовывать свои творческие проекты, еще учась в школе. Всеми расходными материалами капитанов обеспечит университет. Подобные мастерские уже есть в Иванове, но лишь в центрах дополнительного образования для школьников, в новации и кванториуме. Теперь техническое творчество стало доступно и студентам. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.